Если вдруг таких брюк еще нет в вашем гардеробе, сейчас самое любимое. Пора мы им там уже появиться. Бежевый кремовый цвет выбирает сегодня наша Настя. Но давайте посмотрим, за какой цвет сегодня проголосовала Лера, что она подобрала для себя темно-синий. Ну а уже появилась Марина, которая демонстрирует цвет сухой розы. Это мы с вами посмотрели только два цвета. Впереди у нас еще четыре оттенка для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы увидеть. Ну а кстати, смотри, как уже образ складывается, да? У нас еще есть цвета, которые мы не видели. Например, страстный красный цвет. Вот я уже представляю, да, динамичная женщина, которая любит быть в центре внимания. И вот она идет, и яркие красные брюки. Заманчиво. Заманчиво, не то слово. Ну а если вы любительница классики, ну либо вам просто необходимы удобные классические брюки, например, на работу, то черный мы для вас, конечно же, тоже цвет припасли. Цвет сухой розы, и остается увидеть твой выбор, синий цвет. Да, действительно, сегодня синий цвет это мой выбор. Я все еще, мне кажется, душой, знаешь, Ариной, мыслями на море, поэтому полностью в синем цвете для себя собрала сегодня комплект. Но и синий вариант, кстати, отличный для вас, как альтернатива черному, мы это не устаем повторять. Ну, либо бежевый, еще один светлый цвет, который есть возможность у вас выбрать тоже в базовый гардероб. А я не устану поставлять нашу размерную линейку. От сорок восьмого до семидесятого. Вот сразу же, обладательница красивых размеров, начиная от шестьдесят четвертого, звоните подругам. Рассказывайте о том, что я нашла брюки, ты не поверишь, давай подберем цвета. Потому что действительно, часто в магазинах мы ограничены в размерной линейке. Лер, и предлагаю еще убедиться, что наша линейка не только двойная, за счет этого удобно выбирать брюки, но и еще поговорить о посадке этих брюк. Да, действительно, ты знаешь, Арина, вот это тот случай, когда можно совершенно смело делать дистанционную покупку и не переживать за посадку. Во-первых, двойной размер, соответственно, вы знаете, в какой вы диапазон попадаете, да, например, 46, 48, 52, 54 и так далее. Ну, а во-вторых, конечно же, стрейчевые материалы в добавке, в этих брюках, в добавке к хлопку, кстати, это залог комфорта и отличной посадки. Ну, давай посмотрим на твои ручки, посмотрим на посадку, потому что для многих женщин это действительно важно. Сейчас в магазинах, Лер, ну, европосадка занижена или средняя? Ну, даже у меня, обладательницы, да, стройной достаточно фигуры, если брючки с низкой посадкой, тут же откуда-то появляются над брючками складочки, сразу уже настроение портится и думаешь, ну что такое, уходишь, конечно, без покупки. Вот-вот, именно для этого, посмотрите, посадка высокая, специально вам высоту сидения показывают, но это еще не все для вашего комфорта. Дальше у нас в поясе резинка широкая, посмотрите, вот она какая, вот такой ширины резинки. А она зафиксирована? Корсет, Арин, вот смотри, она здесь зафиксирована, она не перекручивается, не сминается, она хорошо, растяжима для того, чтобы отлично посадить вещь по фигурам, но самое главное, ее ширина, то есть это нестандартный, там 3-4 сантиметра, это порядка 6 сантиметров, это действительно такой пояс, который подбирает талию. Вот посмотрите, даже корректирующего белья нам будет не нужно, чтобы подтянуть животик, чтобы подтянуть талию, и не важно, какой у вас тип фигуры. Лера, вот ну сядут совершенно на любую девушку, женщину и даже уже на статусную даму. Конечно, совершенно верно, тем более, что брючки отлично можно носить и с плоской подошвой, как мы вам сегодня демонстрировали, и с высоким каблуком в том числе. Вот оно решение, брюки на все случаи жизни, в зависимости от верха они будут либо повседневными, либо праздничными.